всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука 6 мая вот качели погодные снова у нас качнулись в сторону тепла сегодня ночью было 3 градуса кстати обещали 2 до 2 не опускалась я смотрела и в 5 утра вот самые холодные часы в 6 утра было 3 градуса сегодня будем все опять распаковываться и уже навсегда сегодняшняя ночь уже будет 8 9 градусов и следующие дни будет тепло сегодня высаживаем в открытый грунт я сразу буду втыкать колышки буду сразу все привязывать естественно что лучше всем было лучше всех было тем которые в теплицах но вот эти тоже вероятно у них там тепло потому что все там у них как такие испарения вот сейчас открою днем посмотрим и сейчас сегодня я сделала опрыскивание витаминное в теплице потому что там у меня уже томаты взрослые им уже нужны какие-то как сказать обработки поддерживающие там уже плодики чтобы плоды формировались правильно и чтобы томаты не испытывали недостатка элементов я сейчас вот буду делать с периодичностью но хотя бы раз в месяц раз в три недели вот эти всякие опрыскивания витаминные поддерживающие иммуномодулирующие чтобы растениям было хорошо сейчас заглянем в теплицу но обзор сегодня будет короткий потому что я хочу пораньше начать работать завтра увидите вот здесь мое томатное поле небольшое уже засаженное сегодня скорее всего было холодно и в теплицах потому что если те дни еще было здесь от тепла какой-то остаток с тех дней с теплых то уже на протяжении нескольких дней когда на улице было холодно тут конечно все немножко остывает вот они в конденсате но я не включала нигде ничего никакие подогрева я считаю что такие взрослые томаты 3 градуса на улице уже должны выдерживать в теплице галышами если уж некоторые галышами на улице выдерживают такую температуру то конечно в теплице то конечно они выдержат но ту личные тоже стоят сегодня нужно их веревочками подвязывать теперь уже точно не буду их прикрывать лук суворова начал распушаться ему такая холодная погода не привыкать он очень морозостойкий но и в этой теплице томаты даже не вспотели то есть на них даже нет вот этого конденсата почему-то тут они очень хорошо себя чувствуют сейчас еще проверим томатный дворец вся теплица вот эта уральская легенда изнутри запотела аж дымчатая потому что я уже вчера говорила вот из-за этих из-за облицовочных вот этих уголков то туда вообще не поступает никакой холодный воздух и получается вероятно сильно большая разница что там тепло на улице холодно она вся вся туманная такая вот внутри теплицы кстати здесь тоже смотрите даже нет на них вот этой вот так рассыто конденсата вот томаты перцы стоят тут вероятно такая у них хорошая атмосфера конденсата нет и тут не очень холодно ну все холода мы пережили сегодня буду досаживать эту теплицу выкинем нафиг вот эту лестницу я мужу сказала мне некогда ждать когда так он же на работу его все вызвали некогда ждать когда ты мне коньковые фурточки установишь выкидываю сегодня твою лестницу и досаживаю всю теплицу все закрываю коньки поставим осенью но все холод пережили шторм пережили с небольшими потерями яблонька вот немножко укоротилась в росте у нас но ничего нам этих яблок хватит и опять у нас такое голубое вот такое небо я не могу сказать безоблачное есть немножко облачка но очень красивый из-за этой штормовой погоды у меня стоит вот это чудо теплицы которые мы все не можем никак доделать но сегодня натянем наверное может быть потому что мне сегодня высадка в грунт намечено очень много там вот та грядка но все равно я хочу ее доделать и поподробнее вам расскажу почему она чудо теплица почему я ее хочу именно и вот там есть зрители которые уже дают практические советы у одной зрительнице 6 лет стоит такая чудо теплица на ее уже испытала она и нравится но два нюанса которые о которых я должна позаботиться вот перед чтобы она у меня также много лет шесть или восемь лет стояла я должна сделать но это будет в отдельном ролике про чудо теплицу не будем все путать в одну кучу а а сейчас все это вот обзор за 6 мая у нас тепло у нас голубое небо у нас опять птички поют все прекрасно будем сегодня заниматься в огороде несмотря на то что полнолуние я бы и не знала если мне зрители написали а как вы хотите высаживать полнолуние же с 6 я скажу так что в такие периоды когда то мороз нам не дает высаживать то еще что то то шторм я уже не обращаю внимание на полнолуние нужно работать будем значит работать в полнолуние